В Китае ожидают 8 миллионов детей, рожденных после отмены политики одного ребенка. Вообще, эту цифру эксперты считают весьма скромной. Но даже такое прибавление порождает серьезную проблему медицинского обслуживания. В стране возникла острая необходимость в подготовке большего числа детских врачей. Наш следующий репортаж из Гуанчжоу расскажет, как там решается эта проблема. Девять утра отдел педиатрии. Гуан Либин начинает обход. Его рабочий день закончится только после полуночи. Гуан Либин – детский врач в одной из крупнейших больниц на юге Китая. В клинике работают не более 30 специалистов. А поток детей и родителей растет каждый месяц. В самом деле очень сложно планировать рабочие смены. У нас много коллег, и многие из них либо в отпуске по уходу ребенком, либо готовят к родам. Наша рабочая смена начинается с 8 утра и работаем до полуночи. Год назад Китай отказался от политики одного ребенка. Первые проблемы послабления выявились сразу. В 2016 году родились около 18 миллионов детей. Это наивысший показатель за последние 6 лет. Причем 45% из них – это вторые дети в своих семьях. Сейчас в Китае работает всего 110 тысяч педиатров, а нужно в три раза больше. Но уже практикующие детские врачи признаются, что их профессия не слишком привлекательная. Высокие нагрузки и низкая зарплата отбивают охоту связываться с медициной. Меньше, чем врачи других направлений, потому что педиатрия считается не слишком прибыльной. И мы не можем много заработать за этой специализацией. Главный врач городской больницы Циньюаньчжоу Хайбо является депутатом ВСНП. Много лет он пытается донести до правительства проблему кадров в детских отделениях клиник. Сейчас больницы работают на рыночных условиях, и продажа медицинских услуг является основным источником дохода. Игородство для детей дешевле, чем для взрослых. Таким образом, большинство больниц не хотят развивать этот отдел. На прошлогоднем Всекитайском собрании народных представителей премьер госсовета КНР Ли Кэцян пообещал проработать реформу ценообразования в медобслуживании. Кроме того, поднимался вопрос подготовки детских врачей. В 2016 году восемь медицинских университетов сделали послабление при поступлении на отделение педиатрии. В крайне срочной перспективе быстрого решения этой проблемы нет. Но теперь мы уже видим хоть какую-то надежду. Нужно стимулировать больницы развивать педиатрические отделения. И реформа системы ценообразования в медослушивании является ключевым фактором. Многие эксперты указывают, что эпоха двух детей в семье выявляет массу проблем в сфере медицины. Нехватка педиатров – это лишь вершина айсберга. Острые вопросы будут вынесены на решение депутатов очередной сессии в СНП.